Добрый день, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня в очередной раз встречаемся с вами в рамках передачи Конституции. Мы будем обсуждать тему о реализации консоленных прав граждан на охрану здоровья и государственной политики по развитию системы здравоохранения, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в нашей республике. Ну и гость нашей студии Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства республики Сахая-Котия, человек известный, человек, который был народным депутатом, был вице-спикером парламента. Ну и вот начнем с того, Ольга Валерьевна, вы два с половиной года практически, наверное, да, куриживали все вопросы относительно коронавирусной эпидемии, борьбы с этой пандемией. Ну, я вот смотрю, насколько в плотном графике вы все время работали. Ну и, конечно, сейчас обстановка более-менее благоприятная, но это вот как бы ощущение. Но на самом деле, какова ситуация, хотелось бы с первых уст услышать, чему стремиться, чего опасаться. И стоит ли сейчас расслабляться в полную? Спасибо большое, Александр Николаевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, жители республики Сахая-Котия. Действительно, вопросы пандемии коронавирусной инфекции занимали, наверное, более 60% времени. Меня как заместителя председателя правительства, курирующего здравоохранения и социальную сферу, за последние два с половиной года. Но, тем не менее, нужно сказать, что мы не забывали свои основные направления. Что касается сегодняшней ситуации по коронавирусу, мы дальше продолжаем. У нас оперативный штаб дальше продолжает работать. Каждое утро мы собираем информацию с каждой больницы по УЛУСам республики. И при возникновении каких-то отклонений от возможного стандарта по заболеванию проводим определенного рода меры. Что сегодня имеет место быть по новой коронавирусной инфекции? Еще два с половиной года назад, конечно, ставился вопрос, который для меня лично, как зампредокурирующий сыр, был интересен. Когда же это закончится? И эпидемиологи, инфекционисты, медики, которые окружали меня, и консультанты всех уровней говорили о том, что вирус в любом случае должен ослабеть. Кроме того, мы должны дождаться определенного рода прослойки коллективного иммунитета. Однозначно вирус пришел. Такой вирус, как коронавирус, он появился вообще в мире. Он пришел, мы некоторое время, естественно, находясь без защиты от него, работали достаточно в жестких условиях, в условиях ограничений, в условиях такой очень высокой нагрузки на систему здравоохранения. Но мы все вместе с этим справились. Особенно здесь большую роль сыграли наши медики, которыми мы благодарны очень за их работу, и глава тоже оценивает их работу. Это те, кто изобрел вакцину. Вакцина позволила создать коллективный иммунитет. Что мы на сегодня имеем? Мы имеем определенную иммунную прослойку раз, защитного характера. И я призываю еще раз всех вакцинироваться один раз в полгода от коронавирусной инфекции, чтобы ее поддерживать. И мы имеем на настоящий момент, по той тенденции, которая есть, ослабевание течения заболевания от вируса. Каждое утро я продолжаю непосредственно отслеживать четыре параметра. Это первый параметр, сколько заразилось, сколько у нас попало в больницы. А третий параметр – это сколько из них тяжелых и сколько умерших. И вот, например, на старое очень суеверное хочется постучать по дереву, и я это сделаю. Последние, значит, у нас порядка, наверное, уже второй недели не фиксируется умершая от новой коронавирусной инфекции, а количество больных, находящихся в тяжелом состоянии, до пяти человек. И вот сегодня, например, я очень четко знаю, что я желаю кому, как всегда, выздоровления. Например, на утро в Якутской республиканской клинической больнице два тяжелых больных, один на ИВЛ, второй на не-НВЛ. То есть это вот определенного рода и такая разгрузка, в том числе для системы. И вообще сегодня лишь только одна больница и вторая больница в экстренном порядке у нас оказывают стационарное лечение одной коронавирусной инфекции. Но мы видим, что течение легче, и у нас те больные, которые есть, это в основном тяжелые соматические заболевания. Наша задача сейчас не допустить его распространения дальше путем вакцинации. Ну вот Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявляет о том, что вот та паника, которая по поводу обезьяния УСПы, ну вроде как при той ситуации, когда у нас действительно и после вакцинации, после выработки определенного процента коллективного иммунитета, о чем вы говорите, это не так опасно, как было бы, если бы у нас не было такой прослойки. Как вы на эту тему отреагируете? В России будет вот эта УСПа? В данной ситуации мы исходим из тех позиций, которые сегодня определяет федеральный центр. Я не скрываю, есть решение санитарно-эпидемиологической комиссии, которая сегодня принята по холерии, потому что угроза распространения холеры, которая идет с территории Украины, она достаточно серьезная, и принят ряд в том числе организационных мер, выделенные в том числе инфекционные, больницы, боксы, подготовленная система здравоохранения на встречу с этим заболеванием. Что касается обезьяния УСПы, на настоящий момент мы ждем, когда поступят определенного рода инструктивные позиции. Но пока они исходят из следующей парадигмы. Значит, все, кто был рожден до 1980 года, до 1980 года все имеют иммунитет в виде прививки от УСПы. Советское время. Советское время, да. Значит, дальше мы уже будем говорить о том, что вот после 1980 года эту прививку имеет лишь только часть людей не имеют прививки, потому что они от нее отказывались, ну, не сами, а отказывались их родители. Поэтому выявление вот этого вот населения уже, значит, и является, будет являться одной из задач учреждений здравоохранения. Хорошо, спасибо. Ну, этот год для нас очень знаковый. Во-первых, поздравляю вас со столетием нашей родной республики. Поскольку статус республики позволил нашей северной окраине развиться, мы были как бы тюрьмой без решеток, а сегодня мы один из лучших субъектов Российской Федерации, чем мы гордимся и уровнем образования, науки, культуры, спорта. Все это, конечно же, радует. Во-вторых, конечно, глава республики Саха-Якутия объявил этот год годом матери, что очень символично, наверное, да. Отношение к матери, как хранительница очага, это очень важно, и каждый из нас это понимает. Вот для вас, как вот видится, все ли мероприятия по году матери у нас планированы, и до конца года, наверное, будет еще ряд мероприятий. Вообще, вот насколько вот эта идея главы реализуется в нашей жизни на сегодня? Да, безусловно, да, я бы тоже хотела начать, Александр Николаевич, со столетия, и прежде всего сказать, что для нас, для меня и для нашей семьи столетие – это достаточно знаковая история, потому что мы служим, ну, значит, члены нашей семьи, по сути дела, служат республике, служат России с начала прошлого века, а с начала столетия, потому что мой прадед был первым наркомом финансов республики Саха-Якутия, вот, и поэтому сегодня, конечно, где-то вот очень даже для меня так очень важно, что от начала тысячелетия до конца тысячелетия мы оставались верны этой республике и служим государству российскому. Замечательно. Вот именно в таком понимании, как бы, сегодня вот у нас вся семья воспринимает эту позицию, и, соответственно, на этом воспитываются и в том числе наши потомки. В жизни бывают разные ситуации, безусловно, и я очень внутренне еще очень по-профессиональному отношусь к столетию, потому что последние, наверное, 20 лет, наверное, я не скрою, даже 25 лет, даже страшно произносить такие цифры, Александр Николаевич, но в том числе и вместе с вами, мы вносили свою лепту, начиная от, вот, сегодня здесь лежит Конституция Республики, от внесения изменений до формирования Конституции Республики, заканчивая ее, как вы помните, комментарии, ее совершенствование, те страшные периоды приведения в соответствие, которые мы находились в судах, мы находились в каких-то вечных поисках, но сегодня уже имеем вот такой документ, ну, практически, наверное, и вы, и я можете с закрытыми глазами каждую статью рассказать о ней много, как и многие, наверное, в Якутии, кто с нами работал в данном направлении, это и Дмитрий Николаевич Миронов, и первопрезидент Михаил Ефимович Николаев, и Климент Иванов, то есть вот она такая выстраданная российская и республиканская наша Конституция, это наша базовая основа, очень важно. Что касается года матери, я в Кущине, наверное, была очень трепетно, очень трепетно восприняла то, когда глава именно год столетия определила как год матери, потому что культурный код, код народа, саха, он в материнстве. Определенно это определяет и наше народное творчество видеоэпосов, это Ива Ланхо, женщина как хранительница очага, и начать новое столетие с возвеличиванием имени матери и мерами, которые сегодня осуществляются. Это очень такая сакральная, наверное, история, оценка которой будет дана немножечко позже. Так всегда бывает, оценивают же события чуть позже. Поэтому, конечно же, у нас ряд мероприятий проходит, в основном мы контролируем практически, на такое страшное слово сейчас использую, контролируем проведение мероприятий года матери. Очень много идет самоорганизаций. Сейчас за два с половиной года пандемии мы увидели очень много новых и пересмотрели по-новому подходы к новым некоммерческим организациям, которые реализуют. Вот я говорю с начала съезда женщин, который недавно у нас со всем прошел, о том, что благодаря женщинам, благодаря матерям сохранился в том числе малый и средний бизнес семейный. Это очень важно. Потому что ведь очень много бизнеса развалилось в пандемии. Женщины во многом смогли его сохранить. Семейный бизнес сегодня идет достаточно серьезно. Это такие серьезные семьи, которых удалось удержать не только семьи, но и бизнес. И также в культурном развитии. Сегодня нужно сказать, что практически все швейные мастерские республики, я не побоюсь этого слова, сейчас работают на подготовку женщин и мужчин к национальному празднику ИСЭХ. Поэтому это наша самоорганизация. Из ваших слов можно сделать вывод, что мы реализуем идею Владимира Владимировича Путина, который объявил этот год годом культурного наследия народов России. Безусловно, многонациональная страна, многонациональная республика. Вот когда вы заметили насчет своего деда, который был наркомом финансов, в этом году же столетие, Министерство финансов, я подумал, может быть, такой некий челлендж должен быть, когда каждая семья будет накапливать или суммировать все то, что сделали разные поколения в этой семье. И тогда было бы здорово, действительно, и была бы мотивация, потому что сейчас молодежь уже должна строить новое столетие, правильно? Правильно. Да, и начать новый отсчет. И с этой точки зрения я, конечно же, очень рад, что вы продолжаете дело своего деда. Это, безусловно, очень важно. Вы патриот не только России, республики. И пусть так будет всегда. Спасибо, Александр. Но мы сейчас немного прерваемся и потом продолжим наш разговор. Ольга Валерьевна, мы продолжаем нашу беседу с нами, наши радиослушатели, телезрители. Вот вы курируете социальную сферу. Но я думаю, что это блок не только значимый, но и самый трудный. Вот мы с вами в первой части переговорили о пандемии, о борьбе с этой заразой. Все-таки очень приятно то, что мы выстояли, вы сказали хорошие слова о наших врачах, о младшем медперсонале, вообще работников здравоохранения. Ну и, конечно, народ как-то сплотился. И все-таки мы всегда слушали ваши рекомендации, ваши ежедневные брифинги, мы начинали с этого, почувствовали ответственность. Ну, вообще, в целом говоря о здравоохранении, вот совсем недавно кардиологический центр у нас, я думаю, мирового уровня, не зря, наверное, Мурашка сам лично приезжал, вот открывал все это. Ну вот по системе здравоохранения, ваши комментарии и по базе, медицинской базе, на чем он основывается, насколько он на сегодняшний день соответствует требованиям времени, новым вызовам? Да, наверное, система здравоохранения, мало того, что она смогла выстоять, она параллельно в это же время и обновлялась. Обновлялась она со всех сторон. Во-первых, я хочу начать с кадров, потому что пришлось очень многим медикам пересмотреть вообще и свое отношение к здоровью, и непосредственно, не только свое отношение к здоровью, но и отношение к пациенту, потому что, вот нужно сказать, что само заболевание коронавирусом, оно очень сильно повысило вот этот вот уровень определенного рода милосердия у медиков. В какие-то моменты наступало, возможно, и какая психологическая, психологическая, профессиональная усталость, но, тем не менее, мы старались их тоже, насколько возможно, поддерживать и материально, и морально, и психологически хорошо работали в данном направлении. И вот кадровая система у нас, в принципе, ну, мы сегодня по кадрам один из субъектов, в котором, значит, кадровая обеспеченность очень высокая. Хотя, безусловно, у нас есть районы, где мы стараемся решать вопросы, значит, разными путями. Есть у нас ФАПы, врачебные амбулатории, где либо уходят в декрет, либо уезжают еще. То есть каждый вопрос равноточно отрабатываем, да. То есть можно сказать, что там действительно, я не скрываю, у нас есть в Абыйском у Луси, например, село, в котором нам действительно сложно найти доктора. И вот я прямо сейчас готова призвать туда приехать доктора на все меры поддержки, те, которые у нас есть. Ну, ищем нелинейные решения для привлечения кадров. Это первые кадры. Кадры выстроили, система выстроила. С чем встречаем? Мы встречаем вообще в начале столетия, да, мы находимся в целом с очень достаточно серьезной обновленной базой. Прежде всего с обновленной базой, в том числе и первичного звена. А в прошлом году, в позапрошлом году и сейчас мы реализуем программу модернизации первичного звена в виде строительства новых фельдшерских врачебных амбулаторий, врачебных амбулаторий, фельдшерских кушерских пунктов, врачебных амбулаторий, строим больницы. Только в прошлом году, в этом году мы дали старт строительства новым пяти больницам улусного значения. Мы должны закончить и вести в этом году Вилюйскую центральную районную больницу, как бы нам не мешали цаосанции. И сейчас мы во многом пересматриваем отношения к оборудованию и видим, что уже есть современное импортозамещение. То есть очень серьезное импортозамещение есть. Я думаю, что оно не повлияет на качество, в том числе и доступность. В этом году мы заложили долгожданную, строим долгожданную больницы в Татинском и Чуропчинском районе. Хорошо идет стройка в Усть-Алданском, я прошу прощения, в Усть-Майском районе. Ну и, конечно, вот такой вот нашей, я вот частно говорю, болью и вниманием является Момская центральная районная больница. Во-первых, потому что это север. Во-вторых, потому что это очень далеко, сложно. Ну, во всем, что можно, помогаем подрядчику. Вот такой вот контроль за центральными районными больницами. Практически, значит, сегодня есть прямо прорывные центральные районные больницы. Такой является, например, больница Горного Улуса. В больнице Горного Улуса, по сути дела, минится мини-центр, как РБ-1. Лучшая лаборатория из всех. Такой лаборатории нет даже в РБ-1 сегодня. В Горном Улусе, в Бердегистяхе. Есть компьютерный томограф, есть рентген, есть СЮЗИ. То есть полный спектр. И мы приняли решение о обследовании диспансеризации каждого жителя Горного Улуса и составления там цифрового медицинского профиля каждого. То есть вот такие проекты, они реализуются. Значительный рывок произошел в Мирненском, Нерингринском районах. В Нерингринском районе у нас сегодня ПСО, то есть там первичное судистое отделение, опять же с целым залом, в том числе с ангиографической установкой. Казалось бы, что такое ангиографическая установка? А это значит, мы там можем делать шунтирование на сердце. И для этого Нерингринцам, Молданцам не нужно будет ехать в Якутск. То есть происходит определенного рода насыщение, во-первых, низового звена здравоохранения. Но они не любят, когда их так называют, но это первичное звено. Сегодня это базовое звено. Но главное для нас это посредством доступа интернет дойти до каждого. И это было предметом особого внимания, в том числе министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и в полном объеме поддержанного главой Республики Асен Сергеевичем Николаевым о том, что наши больницы, крупные больницы, такие как РБ-1, наш флагман, которому в этом году 35 лет, да, уже. И вот наш флагман, наши педиатрические центры, наши эндокринологические, онкологические диспансеры, они должны через теле медицинских консультаций доходить до каждого ФАПа. Вчера на расширенной коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, министр здравоохранения России привел, ну, просто ужасающую, ошеломляющую информацию о том, что непосредственно, да, мы провели интернет, но у нас не используется почему-то трафик. А это значит, больница снизу не работает, это в целом тенденция не только у нас, но эти характерные вещи есть по всей России, с этим нужно что-то делать. Все создано, осталось только дальше начинать работать, а, соответственно, будем обучать людей. Ну, и, конечно, я всех жителей Якутии поздравляю с открытием кардиоцентра. Я поздравляю не потому, что у нас там появилось новое оборудование, да, но оно действительно там новое, оно топовое, квалификации наши позволяют, там прекрасный коллектив докторов наук. С 1 июня, буквально через 3 дня, начнется и уже прием и там экстренных пациентов. Я поздравляю, потому что кардиологический центр будет пронизывать всю систему оказания помощи. То есть, вот задача кардиологического центра будет дойти до каждого ФАПа. И вот своего рода каждый гражданин, живущий там в деревне Малакай, где-то там, значит, еще в какой-то деревне, да, отдаленной, там, Татинского луса, он мог выйти напрямую на кардио и получить соответствующую телемедицинскую консультацию у высокопрофессиональных докторов. Это новый вызов для РБ-1, но это его задача, так как любой республиканской больницы. Ну, там, конечно, у нас хирурги именитые, вот тот же Захаров. Конечно. Известный по всей стране. Я думаю, что и качество выполняемых операций на высочайшем уровне. Тем более, вы сейчас все это оснастили по последнему слову техники. Я думаю, вы правильно подметили, что все то оборудование, которое приобретено, оно должно работать. И это, конечно, нужно прокачивать, чтобы уровень компетенции вырос. Как вы думаете, вот медицинский институт наш, насколько качественно готовит специалистов, или они вот профессиональную, так сказать, грамотность, большую практику уже непосредственно на производстве получают? Или все же вот уровень такой образования в нашем Северо-Восточном федеральном университете соответствует? Вот как бы вы оценили? Знаете, я сегодня вообще вначале я всегда не понимала, почему медики учатся как-то по-особенному больше, чем все остальные специальности. Теперь я очень четко понимаю, почему это происходит. И вот эта вот погруженность в такие... у нас практически в большинстве медицинских учреждений находятся, значит, кафедры, на которых работают вот последнюю кафедру. Мы открыли в том числе в онкологическом нашем центре, в онкологическом диспансере, кафедры, на которых получают наши стажеры, наши студенты, да, разных, значит, видов там обучения, соответствующую практику. Само медицинское образование Северо-Восточного федерального университета, оно достойно для того, чтобы наши доктора работали. Знаете еще и почему? Потому что доктор, он должен чувствовать душу человека, должен понимать его ментальность. Может быть, организаторы здравоохранения, да, немножечко у нас подхрамывают с точки зрения обучения, да, вот здесь мы... здесь есть сильные другие школы. А вот с точки зрения вещей, которые идут по отдельным заболеваниям, здесь еще и важно чувствовать, понимать пациента, говорить с ним на одном языке, дышать с ним одним воздухом. Поэтому на сегодня это очень четко через СВФУ прослеживается. Что вы можете сказать, вот санкции, каждый день новостной канал, это санкции, да, по отношению к России, это тяжело слушать, как будто вот мы чего-то делаем не то ради того, чтобы было мирное сосуществование. На самом деле Россия всегда стремилась к миру и об этом всегда заявляла, а вот сейчас в условиях санкций вот для наших медицинских учреждений какая существует опасность? Глава Республики Сахай Кутяйсин Сергеевич Николаев сразу после первых же событий в 20-х числах февраля достаточно четко поставила задачи перед правительством Республики по определению болевых точек и рисков, которые могут возникнуть в связи с введением санкций. Соответственно, значит, мы оценили те закупы оборудования, те закупы комплектующих частей, значит, непосредственно которые есть у нас в Республике. Возникал ряд дефицитов в связи с ажиотажем на, значит, таблетки, которые, на лекарства, которые мы достаточно быстро тоже пополнили соответствующие запасы, и в аптеках они появились. Здесь достаточно четкая система произошла, она хорошо сработала. Вот, значит, есть полная инвентаризация у нас имущества, мы разделили в целом имущество на несколько категорий, имеется в виду медицинского имущества, оборудования, которое, значит, у нас практически большинство его является новым, и поэтому мы не скоро придем к необходимости замены. Это по большинству. Есть дефициты, по ним работаем индивидуально, но в некоторых даже моментах принимаем решение о замене сразу на российский аналог, поэтому оцениваем работу каждой службы именно таким образом. Так, например, болезненной всегда являются станции переливания крови, там, где у нас использовано именно импортное оборудование. Соответственно, мы провели сразу оценку, значит, и для себя определили, что, в принципе, у нас сегодня там оборудование новое, и, соответственно, пока не требуется каких-то более кардинальных решений для того, чтобы ни в коем случае не допустить простой. Ну, еще оценка произошла, исходя из существа, качества. Ну, в целом, вот медицинская промышленность российская, она способна сейчас импортозамещению или все-таки нужны годы? Я не знаю относительно лет, потому что, как бы, в общем-то, это и не мои компетенции. Мои компетенции сегодня обеспечат, чтобы у нас здесь не было провалов, чтобы у нас здесь не было провалов, и поэтому вот еще многие говорят, что немножко там тормозится, например, располнение нацпроектов. Сейчас у наших, те, кто работает на контрактах, очень большая работа по поиску импортозвучения. Да, спасибо. Мы прервемся немножко и потом продолжим в третьем блоке. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, вот мы продолжаем наш разговор с Ольгой Валерьевной Балабкиной. Ольга Валерьевна, ну, я знаю вас как достаточно опытного, зрелого политика. Ну, и, конечно, мы с вами говорили о столетии. Мы благодарны основателям республики Максиму Амосову, Платону Аюнскому, Степану Рыжакову, Исидору Барахову, Алексею Широких и их соратникам. Ну, вот у нас есть тоже вместе с вами понятие, что вторая республика, да, начиная с 90-го года, когда мы сформировали Верховный Совет 12-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Ну, я тоже горжусь, что я четыре года вместе с ним работал, год бок у бок. Вначале помощником, председателем Верховного Совета, затем руководителем администрации президента. Ну, конечно же, Михаил Ефимович, это человек глыба. В этом году как раз у него 85-летие, но каждый раз мы слышим об его новых инициативах, о каких-то отцовских наставлениях. И это очень правильно. Климент Игоревич Иванов, тоже, я думаю, что один из отцов второй республики Дмитрий Николаевич Миронов, первый председатель конционного суда, наш с вами учитель. Ну, далее, конечно, Вячеслав Анатольевич Стуров, тоже определенная веха в развитии нашей родной республики, Егоров Анатьевич Борисов. И стоит заметить, что буквально завтра, будем говорить, четыре года, как на посту главы, ну, тогда в качестве уже исполняющего обязанности главы республики Альсин Сергеевич Николаев. Вот вы человек команды, вы были одним из руководителей парламента, сегодня вот курируете очень ответственный блок, и очень радостно то, что все социальные обязательства выполняются, и это, конечно, сохраняет социальную стабильность. Вот ваши ощущения, с чем мы вот встречаем столетие республики, какие у нас есть достижения, и какие есть пробелы, может быть, над чем надо нам всем поработать. Знаете, да, действительно, когда вот начинаешь оценивать о том, что я работала и при Михаилу Ефимовичу Николаеве, тогда было такое понимание вообще совершенно молодого юриста, стояло в Верховном суде Российской Федерации за устои органов местного самоуправления на территории республики Саха-Якутия. Под его руководством мы разрабатывали и законодательство о местном самоуправлении. Это было в основном для меня такой период становления в части позиций именно такой помощи, как в области государственного строительства. И вот я понимала, что в руководстве республики не досягаемая какая-то глыба, а настоящий человек, который действительно болеет за свою республику. И именно таким, а не каким другим должен был быть первый лидер республики. Затем я уже работала и в команде Василия Михайловича Власова под его руководством. Я уходила в Министерство по молодежной политике, ведь мы были, мы до сих пор не во всех субъектах Российской Федерации есть Министерство по молодежной политике. До сих пор, когда вот я смотрю сейчас, наблюдаю, до сих пор считают, что может, рассуждает, значит, да, там, дискутирует, нужен ли этот орган. Ну, я считаю, что он правильно нужен и правильно Михаилу Федоровичу он был создан. Это была его идея. Потом она была поддержана также Вячеславом Анатольевичем Шторова. В команде Вячеслава Анатольевича Шторова я уже работала в департаменте по правовым вопросам и в моем понимании тоже была очень близка к, опять же, приведению в соответствии с Конституцией Республики Саха и Кути, тогда, когда мы через суд часть позиций отстаивали для того, чтобы удержать незыблемость Конституции в части именно пятой статьи Конституции, да, России, по которой республика в скобках государств. И эта вот статья, она такая очень базовая, она дала нам возможность в том числе и правильно относиться к преамбульной части, ощущать себя частью многонационального наедра республики Саха и Кути. Кроме того, под руководством Вячеслава Анатольевича мы работали над, в общем-то, имущественным узаконением процентов наших улусов, как органов местного самоуправления в акционерной компании «Алруса». И я очень чётко понимаю, что и мои интеллектуальные способности там имели своё приложение, были учтены. И также у меня не было ощущения, что какой-то другой лидер там, например, работает. У меня было ощущение, что вот это вот так же, как Михаил Ефимович. — Продолжение. — Продолжение пути. Не было каких-то там движений влево, вправо. Уже при Егора Анатольевича Борисове работал уже в парламенте республики. И Александр Главович, как вы помните, мы приходили даже к системе наделения полномочий главы неизбрания, главы наделения полномочий. Это была такая тяжёлая, кропотливая работа, опять же, под его руководством. И опять же, сильный лидер. Вот сильный лидер, и с ним идёшь. Уверен в тех позициях, которые устойчивы. И, наконец, сейчас уже в команде Асена Сергеевича, ну, она уже такая, знаете, как четыре лидера за спиной. Четыре лидера за спиной, и в нём, и при этом, а в каждом из них, ну, как в Асене Сергеевиче, есть инновационные вещи. Когда Асен Сергеевич был главой города, я говорила, что у города умная власть. У нас сейчас умная власть в республике. Я в этом уверена, потому что идеи, позиции, и вот ковид это особенно показал, уверенность в своей позиции, да, она, безусловно, такая у него устойчивая. Он знает, куда мы идём. Чётко просыпал. Вот этого опыта, которого наработали, да, столько времени, ему хватает для того, чтобы идти, понятно, чётко, в спина и тыл. У якутян очень хорошие. Он был, он традиционен. И мы к этому привыкли. Да, и поэтому иногда бываем сверхэмоциональны. Иногда бываем несдержаны. Но мы своего лидера в обиды не дадим. Никто. Ну, давайте мы поздравим Асен Сергеевича. Всё-таки четыре года знаковый период. Тем более, следующий год ответственный, когда мы будем формировать новый состав парламента, Илтумен. Будем выбирать главу республики, что в соответствии с конституцией. Ну, конечно, я хотел бы отметить, что всё это приходит не за один день, а в целом, я думаю, что сейчас время, когда мы должны поддерживать лидера. Вот после начала военной операции многие надеялись, что у нас какой-то разлад начнётся. А наоборот, вот российское общество, оно скоординировалось, стало более таким единым, поддерживает своего лидера. Ну, и то же самое, я думаю, в республике должно быть. Я так ощущаю, что у нас реальный диалог между обществом и властью через различные институты, механизмы, всё-таки он происходит. Вот какие у вас были бы в этом смысле пожелания в адрес общественности? Как наши общественные институты работают? Каким бы вы хотели видеть парламент уже седьмого созыва? Наверное, парламент седьмого созыва, но я бы хотела это увидеть, было бы ещё целый год, если в парламенте шестого созыва, да, как человек, который 10 лет проработал. Мне очень хочется, чтобы парламент поддерживал инновационные шаги главы республики. Вот, Александр Николаевич, мы с вами в допандемийное время были на съезде юристов Российской Федерации, это было в 2019 году, и у вас там был потрясающий доклад, он был связан, прежде всего, с цифровизацией общества и влиянием законодательства в данных вопросах. И ведь, по сути дела, сейчас это тот вызов, без которого, в то направление, в котором должно двигаться законодательство республики. Это главное, потому что уже сейчас практика бежит вперёд сложившихся норм и правил, например, получения выплаты пособий. То есть, если сегодня по действующим законам существует целый усложнённый порядок, человек должен прийти сам, подать заявление лично, мы уже в проактивном режиме это делаем быстрее. И для этого инструментарии должны быть законодательно заложены. Где-то должна стоять запятая и написана. Человек может не лично приходить, а может через кабинет в госуслугах. Вот это сегодня должен дать законодатель. Таким бы его хотелось видеть. Я далека от непосредственно рассуждений, потому что есть позиция главы республики, сколько должно быть депутатов. Я за такой пересмотр содержательного, что, каким вызовом должен отвечать парламент. Вот этим. Вот каким должно быть законодательство, о чём оно должно быть. Оно должно быть о проактивности, о цивровизации, о клиентоцентричности. Если раньше мы защищали собственность, то теперь мы на человека должны повернуть. То есть мы свои действия, органы исполнительной власти повернули. Теперь нужно это законодательно закрепить. Это вот такое моё понимание. Тогда как Конституция это предусматривает. Первая же статья. Человек, его права и свободы являются неотъемлемой частью. То есть вот это базовое. Вот это вот сегодня, в моём понимании, в парламенте должно быть добавлено. А может быть, даже немножко этого даже и не хватает. Но я уверена, что сейчас при этих позициях, которые происходят в парламенте, на это будет обращено. А уж седьмой парламент, он, седьмой САЗФ, он точно должен на это работать. Что касается, знаете, очень много планов. Планов очень много. Они все на позитив. Поэтому мы очень много сегодня работаем и по поддержке некоммерческих организаций, СНКУ. Слушаем практически, работаем очень много в социальных сетях. Реагируем даже тогда, когда совсем сложно. Даже в пандемию мы старались обработать практически каждый звонок. У меня телефон был забит, вот просто забит звонками. Вот многие считали, что мне там, знаете, какие-то мои знакомые или ещё что-то. Это был просто... Это обычные люди. Они находили меня по Инстаграму. Я постоянно кого-то отвечала, кого-то успокаивала. Мы сейчас в условиях спецоперации в той же ситуации. Я на связи с мамами, сыновья которых являются контрактниками. Мы с ними разговариваем о жизни, разговариваем как мамы. Разговариваем о проблемах и бедах, и о радостях наших детей и многих. Это и есть диалог. Да, очень хороший и содержательный разговор. Ольга Валерьевна, мы с вами юристы. Нам надо готовить ещё четвёртый съезд юристов. Да, Александр Николаевич. Ну и, конечно, вот вы правильно говорите, и я думаю, что в условиях цифровизации каждый человек должен уметь пользоваться этими благами, да, ради себя. И я думаю, юристы в этом тоже должны помочь. И мне бы хотелось поблагодарить вас за вашу плодотворную работу во благо республики. Ну и пожелать вам всяческих успехов, потому что вы на самом острие, пожелать вам крепкого здоровья, ну и всем нашим работникам здравоохранения, социальной сферы терпения, ну и удачи. Спасибо. Спасибо большое всем. А всех с наступающим летним праздником. Уже прям можно я первая поздно.